Добрый день, уважаемые зрители, почитатели, я хотел выполнить вашу просьбу и рассказать о своем путешествии на Приполярный Урал 56-го года. Ролик готов, но вынужден пока его отложить на некоторое время. А все дело в том, что последнее мое выступление, вот, риквием в память о погибших ребятах, просмотр того, что там было написано в откликах, вынудило меня вернуться снова к этой теме. Я хочу выразить свою благодарность тем, а это примерно 99% откликов, комментариев, кто с пониманием, с сочувствием отнесся к тому, что было там сказано, к той трагедии, которая была там в предыдущих роликах рассказана. И это как заключение было, вот этот риквием, как заключение, память о погибших ребятах. И я благодарен всем, кто с пониманием отнесся к этому, прочувствовал всю эту трагедию. Даже меня удивляет, что некоторые мужчины, не стесняясь, говорят о том, что когда услышали вот этот риквием с музыкой Альбиони, невольно у них выступили слезы. Поэтому я всем очень благодарен за такой бодки. Но есть и другие, о которых бы мне хотелось все-таки сказать. Есть люди, которые мне прямо отвечают, лучше бы рассказали, была ли татуировка у Золотарева. Ну, простите, какое отношение тут татуировка имеет к риквиему? Мне просто непонятен этот вопрос, что это за люди, которые абсолютно не поняли, о чем речь, а их больше интересует вот эта татуировка у Золотарева. Более того, есть и такие реплики. Перед смертью лучше бы раскололся и рассказал правду. Дальше. Один меня влагло обвиняет в том, что я, значит, перевертыш и несу какую-то вот ложь и так далее. Ну, я думаю, что на таких людей особенно обижаться не надо. Просто это, наверное, люди с больной психикой, и можно им только посочувствовать. Хотя, конечно, выслушивать это неприятно. Есть и такие, у которых не хватает, видимо, слов, запаса слов и просто выражает свои мысли, а вернее, даже их не выражает, используя только, ну, скажу по-русски, матерные слова, нецензурные выражения. Есть и такие. Я считал, что вот этот реквием, последний мой ролик, это некая кульминация, дань памяти погибшим ребятам. Но, как я понял, есть люди, которые этого не способны просто-напросто понять. Ну, бог с ним, как я уже сказал, это их беда, а не моя. И еще я обратил внимание в этих комментариях еще как бы целый, что ли, блок отзывов, причем адресованных как бы мне, но я не мог понять, почему. Значит, они как бы обрещены даже не мне, а тому самому блогеру, историческому любителю, который сейчас очень-очень сильно активизировал свою деятельность. Ну, мне пришлось кое-что посмотреть из его выступлений. Называет он себя «Исторический любитель». По некоторым репликам, которые он там произнес, я понял, что далеко в истории он не силен, и правильнее было бы его назвать «любитель фантазии». Вот об этом как раз и речь. Причем этот человек вполне трезвый, вполне осознанно ведет, проводит вот эту, что ли, свою деятельность. Так вот, какие отзывы я получил на своем канале? Причем не на его канале, а именно на своем. Ну, вот я хочу, чтобы не перефразировать, просто-напросто их зачитать. Я не называю имен, да далеко и не все имена там есть, потому что некоторые пишут под какими-то псевдонимами. Ну, вот первый, первый, первый отклик, первый отзыв. «Исторический любитель, он сейчас стал очень наглый». Борзо, наверное, правильно сказать, Борзо начал общаться со своими подписчиками. Видать, начали ему платить хорошие деньги, а он возомнил себя популярным. Правда, ему уже точно не нужна. Он все думает, что там произошло убийство без ножа и огнестрела, что на самом деле неимоверно глупо. «И любого, замечу, любого, кто с ним не согласен, этот человек банит и блокирует. Таких эгоистов еще поискать». Вот это отклик одного из комментаторов. Следующее. «Впечатление, что все происходило на его глазах, верит в свою бредню и зарабатывает совершенно бессовестным образом». Еще одно, еще один отклик. Вынужден я прочитать, чтобы было понятно, о чем речь. «Главный проходимец – это так называемый эльдарко-исторический любитель. Именно он разводит людей на деньги, вот с ним нужно бороться или блокировать его канал». Ну, слишком, конечно, тут категорично сказано. Следующий отклик. «Посмотрим, что будет дальше. Его уже смотреть тошно. Эгоизм высшей степени». Ну и последнее. Больше я, наверное, уже не буду приводить, хотя там еще есть выступление. «Эти блогеры безапелляционно обвиняют вас и уже умерших во лжи и даже преступлениях. Принят закон о клевете. Может кто-то решится привлечь хоть одного негодяя, зарабатывающих деньги и прочую славу на смерти людей». Вот такие отклики я получил. Естественно, я задумался, а почему это как бы адресовано мне, а не самому вот этому любителю на его канал. И когда я глянул, я понял, в чем дело. Значит, в его этих... В его канале, ну как это принято, даются лайки. Так вот, где-то процентов 15-20 этих лайков, этих лайков, ну, направлено вот так вот вниз. То есть люди не согласны. А когда смотришь комментарии, то там только хвалебные оды вот этому любителю. Только хвалебные оды. Значит, действительно, здесь дело, как говорится, нечисто. И люди вынуждены были вот эти свои мнения высказать мне. Я хочу сказать, что я ни одного выступления комментаторов из всех тех 30 роликов, которые были у меня, не удалил ни одного. даже те, простите, где меня, посылают на три буквы. И не намерены их даже комментировать. Так что все, что было там высказано в мой адрес, все сохранено. Так вот, я вынужден был все-таки после вот этих выступлений на моем ролике все-таки поинтересоваться, о чем же болтает вот этот самый любитель. Два часа болтовни ни о чем, абсолютно ни о чем, просто полное пустословие. И в наглую просит деньги, помогите мне, помогите моему каналу. А за его спиной, где-то там в углу на экране мелькают фамилии, цифры, деньги, которые поступают на его счет. Причем деньги немалые, как и ниже. Это тысячи, семь тысяч, пять тысяч. Минимальная ставка пятьсот рублей. Иной бабушке, пенсионерке, даже не снились такие деньги, которые он собирает за два часа вот этой болтовни. Ну что это такое? Это только говорит о моральном облике этого человека, о его воспитании. Ну, не хватает мне слов сказать, что я о нем думаю. Это просто даже подло по отношению к погибшим ребятам делать на этом свой бизнес. И поэтому я бы хотел напомнить о тех людях, которые действительно занимаются вот этим всем расследованием и взамен не требуют никаких денег. Валя Якименко. Благодаря его усилиям был поставлен на этом останце на перевале памятник, пирамидка, помещена туда вот эта памятная доска. Все это делалось бесплатно на собственные деньги Валентина. Валя Якименко неоднократно выезжал на этот перевал, кроме того, что он вот установил эту памятную доску. Выезжал специально, чтобы проводить какие-то наблюдения, что-то уточнять из той, по той трагедии. Все эти поездки были только за личный счет. Есть еще такой исследователь, можно сказать, Борзенков из Москвы. Он прошел сам на лыжах по пути Дятлова. Ночевал на перевале, проводил эксперименты по возможности схода там лавины, причем научно, не просто так, визуально. Взял соответствующие необходимые приборы, проводил там эксперименты. Неоднократно бывал там. Все это делалось на собственные личные деньги. Тот же Архипов все книги, которые он выпустил по теме Дятлова, тоже выпускались за свой счет. Ни от кого не клянчил, не просил. Олег Николаевич Архипов, помимо издания книг, многократно ездил в Екатеринбург, в Ивдель, встречался с людьми, которые были еще живы и принимали участие вот в этих исследованиях, в экспертизах. Много проводил время за архивными документами. И все эти поездки он опять же осуществлял полностью за свой счет, не требуя ни от кого никаких денег. А этот наголец в открытую просит деньги для того, чтобы ему съездить на этот перевал в увеселительную такую прогулку за чужой счет. Ну куда это годится? Ну это просто неприлично, это просто говорит, ну не знаю, я не нахожу слов, что сказать. Так вот, ну это упрек, конечно, вот этому любителю, который клянчит деньги, чтобы устроить свою, как я говорил, увеселительную прогулку на перевал. Так о чем говорит этот блогер и что он утверждает? Он утверждает, что палатка стояла у кедра и там всех туристов убили. Ну откуда у него вот эта что ли версия, такое мнение? Ну я бы сказал, что рыба гниет с головы. Много лет назад я как-то встречался с Юрием Кунцевичем и он мне тогда стал рассказывать скорее всего это свою что ли версию, свое предположение, что палатка стояла у кедра и туристов там поубивали. А та палатка, которая была обнаружена на склоне, это все инсценировка. Более того, Юра тогда мне еще стал такую вещь нести, что якобы туристов на вертолете забрали оттуда, отвезли в Вивдель, там пытали, убили, а потом с вертолета разбросали по долине Лозьбы. Ну не знаю, его это выдумка или он от кого-то взял, но я тогда ему сказал, что Юра, ты как президент фонда должен занимать только нейтральную позицию и никакие вот эти выдумки не озвучивать. Возможен, конечно, вариант, что ты со своим активом фонда могли бы выработать какую-то свою позицию, ну и, допустим, ее отстаивать. Тоже вариант возможный. Но главное, ты как президент не должен не вступать и придумывать никаких своих версий. А он продолжал это тиражировать на всех вот этих ток-шоу безобразных, которые позорили имя дятловцев, оскорбляли память родственников и нас всех. Он продолжал это все представлять, как действительно такое могло быть, могло иметь место. Так вот этот любитель, как он любитель, исторический, да, исторический любитель, ничего нового не придумал, а стал перефразировать и развивать вот эту мысль их убийства у кедра. Я хочу напомнить, что главный вопрос всей этой трагедии, главная причина это что произошло в палатке, почему дальнейшее пребывание в ней стало смертельно опасным для группы, что их заставило молниеносно ее покинуть, не успев ни одеться, ни взять никаких с собой вещей. паническое молниеносное бегство. Что за причина их заставила покинуть этот отчат поражения? Это главный узловой вопрос всей вот этой дятловской трагедии. Все остальное, что происходило с группой Дятлова, после того, как они покинули палатку, является уже только следствием вот этой первопричины. Что там происходило? Как шла борьба за выживание? Где кто находился? Какие травмы и как они получили? То ли прижизненные, то ли это посмертные были травмы? В этом плане тут некоторые есть, конечно, некоторые вопросы, потому что судмед эксперт возрожденный, который делал вскрытие, он делал его в присутствии прокурора Свердловской области. И, скорее всего, тот мог давать указания, как нужно и что писать в этих результатах вскрытия погибших. Поэтому все это, в принципе, не имеет никакого отношения и не влияет на первопричину. И нужно рассматривать и искать именно, что же произошло в палатке. Но этот самый блогер на этот вопрос даже не пытается ответить. Как будто бы ничего этого и не произошло. Более того, в своих этих рассуждениях он абсолютно опускает вопрос, а почему же туристы в районе Кедра были обнаружены полураздеты? Как будто бы этого даже ничего он и не видит. Что он тут утверждает? Что палатка была поставлена у Кедра. Ну, первый вопрос. Когда туристская группа идет по комнату маршруту, она стремится двигаться только вперед. А тут что получается? Они устраивают лобаз верховья Ауспи, потом переваливают через отрок и уходят практически назад к этому кедру ночевать. Зачем цель-то основная достигнуть вершины Тартена? Зачем терять время? Зачем уходить назад? То есть никакой логики в этих разуждениях нет. Далее, если палатка действительно стояла у этого кедра, там настил, который был обнаружен предшествующих каких-то там охотников, всего длиной два метра и сделан из толстых жердей, а палатка длиной четыре метра. Как же палатка могла стоять на этих двухметровых жердях? Полный абсурд, никакой логики. Тогда он начинает говорить, что палатка стояла не на этом настиле, а отдельно у кедра. Тогда спрашивается, а где же следы установки этой палатки? Ничего такого не было обнаружено. Дальше он ссылается на то, что у кедра был разведен туристами костер и дает фотографию бревно у кедра. Ну, ты хотя бы поинтересуйся мнением, заключением Володи Аскинадзе, который пишет, что у кедра лежала, березовая гнилуха, которая не горела. А он выдает эту гнилуху за бревно, которое было в костре. Дальше что он еще там выдумывает? Что значит палатка стояла там, печка упала, оборгла ноги этому Кривонищенке. Что он там еще придумывает? Много чего он там придумывает, небылиц. Не хочу их даже перечислять уже все подробно. Достаточно, наверное, того, что я сказал. И вот он беседует еще со своими там комментаторами, оппонентами, что ли. Ему задают вопрос, а допускаете ли вы мысль, что, допустим, Дятлов все-таки достиг вершины Тартена? Да, я не исключаю, такое могло быть. Но ты хотя бы сопоставь даты, и будет ясно, что Дятлов на вершине быть не мог. Игнорируется полностью наше заключение группы, которая побывала на Тартене и установила, что никакой группы Дятлова, никаких следов там нет. Ну, зачем это все игнорировать и нести вот эту ложь людям? Кроме того, он показывает в предшествующем там каком-то ролике, показывает, как группа Аксельрона, то есть наша группа высаживается на Атартене. Спрашивается, а кто тогда сделал фотографии, кто там был? Ну, полнейшая ложь. Дальше, вот, вот эта фотография, ее делает Согрин, то есть я. А я утверждаю, продолжаю утверждать, что у нас там не было никакого аппарата, ни у кого. Это полная фальсификация, полная ложь. Этот самый любитель со спины там узнает абсолютно всех участников. Вот это Типикин, вот это там еще кто-то, Аксельрот и так далее. Ну, зачем нужна вся вот эта ложь? Для кого? Зачем она делается? Трудно его понять. Дальше, один из тоже там вопросов, который вызывает, а допускаете ли вы что на Тартене группу дятлов могли упить? Да, соглашается он, не исключено. Там же Аксельрот чего-то вроде того темнит, мог бы на лыжах уйти, а он чего-то ждал прихода вертолета, надо было оттуда что-то вывезти, напрямую он этого не говорит, но надо полагать, что он имеет ввиду трупы, которые мы там должны были вывезти обнаружили, а может быть даже и мы их убили. То есть вот такая неразбериха, такая ложь, такая путаница во всем, причем это преднамеренно делается. Зачем, для чего, я не могу понять абсолютно. чем он руководствуется, выдумывая вот это все. Теперь дальше он пошел еще на какие выдумки. Значит, он утверждает, что фактическим руководителем этих поисковых работ был вовсе не Масленников, а Аксель Рот. Так вот, я хочу напомнить, что Аксель Рот, я, Типикин и прокурор Иванов вместе мы прилетели на одном вертолете к месту вот этой трагедии. Так вот, он обвиняет этого Аксель Рота, что, значит, когда они, он прибыл туда на место и увидел всю эту трагедию у Кедра, то зачем-то вместе с Масленником инсценировал вот эту всю, как даже не инсценировал, а перенес якобы палатку наверх на склон, спрашивается, зачем, для чего, совершенно непонятно. А я там присутствовал в это время, значит, тогда, и я, выходит, участвовал в этой инсценировке, палатку переставлял на склон. Ну, где логика, где здравый смысл? Я понять этого ничего не могу. Более того, он переходит на прямое, я бы сказал, даже оскорбление. Но человек очень хитрый. Вот он размазывает буквально по стенке тех, кто уже ушел от нас, кого нет в живых. А те, кто жив, он очень аккуратно упоминает, ни в чем не обвиняя. А вот здесь он что говорит? Что значит, все поисковики студенты, он не называет ни Карелина, ни меня, ни Типикина, никого других, а что все студенты там были нужны, как сарафанное радио, для того, чтобы им потом рассказывали, что палатка стояла на этом склоне. то есть вот это все фальсифицировал Масленников и Аксель Рот, а студенты там были нужны в общем не для поисков, а для того, чтобы рассказывать вот эти все бредни, что палатка стояла на склоне. Ну, зачем это все делать? Я опять задаю этот вопрос. Ладно, согласимся, допустим, с ним, что палатка действительно стояла у кедра и их там убили. Ну, ты приведи тогда доводы, причину, что и кого заставило их убивать, в чем причина, какое они преступление совершили или еще что, какая цель убийства. Просто так, их убили и все. Никаких мотивов, никаких доводов. Совершенно голословное заявление. Более того, район глухой, тайга. вся трагедия произошла вечером. Значит, независимо от причины, к утру бы никого в живых не осталось на том морозе, который тогда был. А тут он начинает выдумывать, что туда прибыл какой-то там спецотряд, то ли он находился уже там, их поджидал. Спрашивается, зачем этот спецотряд или там еще кто-то прибыл их убивать. Ну, объясни ты все это. Нет, никакого ответа на это нет, вразумительного ответа никакого на это нет. А чтобы туда добраться в те годы, это нужно было не один день, чтобы на лыжах прийти туда. Даже если бы и кто-то туда пришел, те самые убийцы, так они бы увидели только уже замерзший труп ребят. Вот вот эту всю бредню и несет вот этот любитель. Вводя в заблуждение десятки тысяч людей, которые порой ему верят в это, еще платят за этот весь бред деньги. Но это просто уму непостижимо, это непорядочно, это позорно для него, такая вот позиция и такая его деятельность. Хочу отметить еще один момент. Значит, этот самый выдумщик утверждает, что на склоне была подставлена палатка вовсе не дятловская, а какая-то другая. Ну, тогда объясни, откуда она взялась, эта палатка? Что это за палатка? Как она оказалась там, в этой глухой тайге? Кроме того, игнорируются полностью следы, уходящие от этой палатки. Так что тогда получается? Этот акселерот с масляником, как скульпторы сидели и на снегу лепили эти столбики следов дятловцев? Молчок, ни слова об этом. Ну, зачем так игнорировать неопровержимые факты и свидетельства? У меня порой складывается даже мнение, что не я там был тогда на поисках в 59-м году. А этот самый фантазер там был и все видел, что там происходило, коль он так уверенно об этом, обо всем говорит. Ну, а теперь я бы хотел все-таки уже вернуться, вынужден вернуться в 59-й год. Как, что там действительно происходило. Когда случилась эта трагедия, были обнаружены погибшие, естественно, что тем палов, иванов, следователи, как бывшие фронтовики, честные люди, взялись за это дело. Надо его расследовать. Но очень быстро, очень быстро этот случай получил огласку в верхах и было дано прямое указание, как вести дело, поскольку оно было связано со сверхсекретными какими-то испытаниями, так будем говорить, которые не подлежали огласке. И причина гибели, ребят, именно была в этом. Поэтому тем палов, иванов, получают указания, как надо вести дело. И что тут происходит? Значит, порядок такой, что когда открывается уголовное дело, ему обязательно присваивается номер, и оно регистрируется. Этого сделано не было. Значит, никакого происшествия не было, никакого убийства не было, и дела как такого не было. Более того, в деле существует стандартный типографский лист, где нужно указать конкретно статью, по которой открывается это уголовное дело. Статьи никакой нет. О чем это говорит? Что дело фальсифицировано, его практически нет. А поскольку родственники требовали все-таки назвать причину, были ребят, было проведено якобы расследование полноценное, но это была сплошная фальсификация всего того, что там было изложено. А почему? Дело в том, что Иванов, как честный порядочный человек, как это положено по инструкции, когда обнаруживают убитых или там ну не убитых даже, а вот когда обнаруживают трупы, и если там нет никаких телесных, явно телесных повреждений, ножевых, огнестрельных, то первая версия, которую выдвигает следователь, это отравление. Умышленное или неумышленное, это уже разбираться нужно дальше. И что Иванов делает? Он пишет постановление о проведении химической гистологической экспертизы внутренних органов погибших. Эти органы доставляются в лабораторию, проводятся исследования, и потом все эти результаты изымаются кем-то, в том числе и внутренние органы. То есть результат анализа не устраивал власть то, что там было в заключении. То есть это нужно было тогда признать именно отравление и все отсутства, дальнейшие отсюда следствия. То есть это бы раскрывало подлинную причину трагедии. Это в силу этой секретности нельзя было опубликовать, показать в деле, и Иванов кроме того из дела изымает свое постановление о проведении этой экспертизы. И 28 мая дело уже закрывается. Это самое фиктивное дело закрывается. А закрывается оно опять незаконно. Почему? Потому что ответа конкретного что случилось не дается. Значит дело это должно было храниться совсем по-другому и при появлении каких-то новых обстоятельств оно должно было быть возбуждено. Снова проведено дополнительное следствие. Этого нет. Дело закрыто. И это дело как бы формально существует по сегодняшний день и его никто не отменял. Ну вот в связи с этим уже в наше время три года назад вдруг почему-то прокуратура решила провести так называемую проверку дела 59-го года. Опять же все делается незаконно. Чтобы провести какую-то проверку необходимо отменить уголовное дело 59-го и в рамках вновь открытого уголовного дела провести эту проверку там или доследование. Опять же этого нет. Кроме того по-моему с 2008 года эти функции переданы уже Следственному комитету и прокуратура даже не имела права этим заниматься. То есть вот такая ситуация сложилась вокруг этого дела. В результате так называемой проверки которую проводил следователь Курьяков он выступает на конференции или как там правильно назвать на совещании докладывает о результатах этой проверки на площадке газеты Комсомольская правда. И там мы слышим опять же полный бред о всем случившемся и в заключении он заявляет что причиной гибели была лавина стихийное бедствие и это выдает как закончательное решение мнения генеральной прокуратуры это факт вопиющей и результат мы знаем было проведено служебное расследование и Курьяков уже в прокуратуре больше не работает а к этому приложили руку как раз наша команда которая отстаивает правду позиций вот по этому всему делу было направлено письмо Краснову тогда вступил в должность Игорь Краснов тоже порядочный человек грамотный и конечно это было для него шок что от его имени объявляется что вот генпрокуратурой проведено такое расследование ну и естественный результат реакция полное несоответствие этого Курьякова занимаемой должности и результат это его увольнение из органов прокуратуры так что вот такая ситуация сложилась на сегодняшний день с этим делом так вот в том же 59 году Свердловск приезжает сам генпрокурора Российской Федерации некто Ураков и дает прямые указания следователям как надо вести дело он же отправляет прокурора Свердловской области Клинова участвовать во вскрытии трупов вот первой этой пятерки обнаруженной а зачем видимо нужно было давать конкретные указания судмэксперту что можно а что нельзя писать в своих заключениях вот эти все факты неоспоримое доказательство тому что действительно была какая-то техногенная катастрофа которую нужно было скрыть от общественности и не разглашать поскольку это действительно сверхсекретная государственная тайна кроме того мы на сегодняшний день имеем целый ряд неоспоримых фактов документов что действительно на самом деле группа туристов не замерзла как это первоначально мы считали и как дано в этом заключении судмэксперта а произошло все-таки отравление группы и они были обречены и все погибли именно от того отравления той смертельной дозы сильно действующего отравляющего вещества которое на них вот воздействовало так что вот такая ситуация с этим делом следствие 59 года полностью отвергло версию убийства туристов а ведь можно было прибегнуть именно к этому варианту и тем самым закрыть это дело и ни у кого бы даже мыслей не возникло что тут какая-то подтасовка можно было списать это на тех же самых заключенных или на каких-то охотников браконьеров которые решили избавиться от свидетелей и никто бы сейчас даже не вспоминал что была какая-то группа дятлова дело было закрыто обосновано и ничего бы сейчас никакой бы этой полемики не было но дело в том что тот же темпалов иванов окишев которые вели дело были фронтовыхи порядочные люди и поэтому идти на сделку с совестью им было очень трудно несмотря на то что на них оказывалось очень сильное давление сверху ведь это люди все были тогда партийные и они волей-неволей должны были выполнять указания партии были такие вот времена даже окишев вспоминал что они долго думали Симоногол а что же написать в заключении это уголовного дела так чтобы найти какой-то выход от того давления которое на них оказывалось и вот как окишев вспоминает мы с Аваловым придумали вот эту формулировку что некая стихийная сила была причиной трагедии тем самым они в какой-то степени ну как бы себя что-ли реабилитировали не пошли до конца на сделку с совестью то что они должны были выполнять вот это указание партии как вести следствие следствие 59 года ни словом не обмолвилось о том что там было убийство так почему же сейчас тогда эта тема стала убийство туристов стало доминирующих во всех вот этих обсуждениях блогеров и прочих исследователей мне кажется ответ здесь очень простой поскольку нет твердого и окончательного решения о том что там произошло поэтому каждый вправе выдумывать что-то свое а тему это убийство можно мусолить месяцами годами и абсолютно она как бы что-ли нескончаемая можно придумывать продолжать там все что угодно и тут как раз то что я уже говорил тот самый моральный облик авторов этих самых версий рассуждений об убийстве и вот можно даже сравнить если следователи 59 года которые были под сильным колпаком партийных органов тем не менее нашли в себе силы как-то этому противиться то моральный облик современных вот этих блогеров ну ни в какие рамки уже не лезет делают на трагедии делают свой бизнес и как бы не ругали некоторые сейчас тот самый коммунистический режим ту эпоху но мы вот на этом примере мы видим что были все-таки действительно люди порядочные которые могли хоть как-то противостоять в своих убеждениях и вот целая группа здравомыслящих трезвых людей решила все-таки объединиться в команду и попытаться все-таки ну добиться что ли правды добиться понимания что же произошло на самом деле и это общество которое мы создали называется межрегиональное общество памяти группы Дятлова так вот оно быстро переросло уже не в межрегиональное ну а даже я бы сказал в международное потому что в этом нашем объединении приняла участие дочь Льва Никитича Иванова Александра она конечно обеспокоена тем что в адрес ее отца были тоже предъявлены какие-то обвинения во лжи там и прочего она заинтересована тоже в правде что не очерняли имя ее отца кроме того подсоединился ученый кандидат технических наук из Белоруссии Анатолий Ярусов который проработал на полигонах знает все что там как происходило что применялось какое топливо и так далее его показания очень являются тоже ценными ну естественно здесь в этом нашем сообществе родственники сестра Дятлова сестра Дорошенко ну кроме того друзья приятели соученики Дятлова из Екатеринбурга в том числе и я принимаем участие вот в этой акции что ли добиться правды добиться все-таки каких-то результатов реальных а не мистических вымышленных в этом всем деле и хочу еще отметить один момент очень существенный именно Татьяна Алексеевна Перминова родная сестра Игоря Дятлова дала нотариальное разрешение нотариально заверенное разрешение использовать имя ее брата Игоря Дятлова никаких таких подобных разрешений ни тем самым киношникам которые сняли позорный фильм ни фонду Дятлова она такого разрешения не давала а тут мы имеем нотариальное заверенное разрешение родной сестры использовать имя Игоря Дятлова. Она понимает, что здесь никаких не будет подвохов, что это будет сделано только в разумных целях для того, чтобы добиться вот этой правды. И что наше общество сумело, успело сделать за этот очень короткий период своего существования? И я должен сказать, что оно уже зарегистрировано в юстиции. Это официальная, юридически оформленная организация. Так вот, что нам удалось сделать? Во-первых, написав коллективное письмо, заслуга в этом в основном нашего адвоката Черноусова, письмо, которое было направлено на телевидение с просьбой прекратить эти безобразные шоу, которые оскорбляют память ребят, оскорбляют родственников. Пока что возымело действие, телевидение прекратило. Дальше мы выступили на нескольких площадках телевидения и Тартас в Екатеринбурге, и тем самым заняли там свою какую-то позицию, не допуская теперь уже там всяких ложных вымыслов. Дальше я уже упомянул снятие Курьякова с этой ложной его версии и то, что он сказал, что это мнение генпрокуратуры. Тоже письмо, направленное в генпрокуратуру, в генпрокуратуру с просьбой провести вот это служебное следствие и подтвердить, так ли это на самом деле. Был ли Курьяков уполномочен проводить такую проверку. То есть ряд достижений уже в этом у нас есть. Почему создано еще вот это общество? Дело в том, что у нас в стране существует как бы такое негласное что ли правило, что если человек обращается куда-то в какие-то органы один, то на эти обращения, как правило, серьезное внимание не обращает. И есть тому пример. Вот Петя Бартоломей неоднократно писал в прокуратуру с просьбой все-таки разобраться, установить причину. Он даже не получал на это ответа. А вот когда обращаются уже люди совместно, коллективное обращение, тогда уже власти вынуждены на них отвечать. И вот это действительно мы уже увидели, почувствовали, потому что наши коллективные обращения не остаются без внимания и по ним принимаются какие-то решения. Конечная цель заключается в том, чтобы добиться возобновления нового уголовного дела и проведения полноценного следствия. Для этого пока что дело 59-го года существует. Значит, его нужно отменить и провести, открыть новое уголовное дело и провести вот это полноценное расследование. А кто его может на сегодняшний день по закону сделать? Никакая не прокуратура, которая лишена уже таких прав, а только следственный комитет. Вот это конечная наша задача – добиться расследования, указать, если это возможно, причину, или признать, что вот произошло, произошла такая трагедия. Можно не разглашать, если это остается секретным, но признать сам факт гибели ребят. И тем самым их реабилитировать. Потому что в этом самом деле, так называемом, 59-го года, всю вину свалили на группу Дятлова. Что они недостаточно квалифицированные, не смогли преодолеть те трудности, с которыми мы встретились в походе. И так что вся вина была возложена на них за эту трагедию. А на самом деле это далеко не так. Группа Дятлова весьма-весьма квалифицированная была, опытная. И такого произойти, конечно же, никак не могло. Поэтому надо, мы считаем, реабилитировать ребят в этом совершенно незаслуженном обвинении. Вот это наша конечная цель, чего мы хотим добиться, создав вот это общество. Все, Сережа.